Дело в том, что я русскоговорящий качбабай. У нас татаскоговорящий, я только в Танечском районе работаю. Не всегда туристы, которые приезжают к нам из-за пределов нашей республики, понимают татаский язык, к сожалению. И по заказам, в прошлом году у нас всего один заказ был на татаском языке. Так что полностью на татарском языке вести нашу программу нет смысла. Большинство синий или красный костюм. У меня зеленый, потом у меня национальная обычная шапка. Шапка моя отличается от того, что она тюк, форма, дилитей, выполнена. Если вы видите мои удалички, вы видите наш национальный язык. Потом качбабай отличается еще тем, что у всех внучка, а у меня дочка карпаса. И потом мы очень сильно отличаемся своей свитой. Это признание всех сказочных волшебников, которые видят нашу свитку, представляет, что, оказывается, у нас не только шишечки, зайчики, медведя, а еще у нас есть батюшка, шаврали, алтын-чачи, тахир-зохра, аждаха. Это чисто на нашей национальной конкурессии. Это будет действительно Дед Морозовец в Великой Мессидах. Это будет и Ямал Илья, Дед Мороз из Ямал Великого округа. Также будет казачий в Симе, Дед Мороз. Также будет Морозец Корея Верет, это в Паклине. Кики Моробянский из города Кирова. Алеша Попорец, Тяна Беринзей. А также на сегодняшний день, пока мы подписали у директора Белорусска Деда Морозовец Корея Верет. Это будет, наверное, уникальный счет, потому что Сазань, какого еще у нее было, не надо. Мы это делаем не ради того, чтобы нам было просто весело и интересно жить, а ради того, чтобы мы смогли построить новый туристический проект, туристический поток на этом бренде. За прошлый сезон эту резиденцию посетило порядка пяти тысяч человек. Это уже цифра очень приличная. И наша задача, чтобы наш Горьбабай занял достойное, занял одно из лидирующих мест в целом на сказочной карте России.